Девушки отдыхают Он зовет меня в чудесные края Слышу голос, голос, спрашивает страна А сегодня, что для завтра сделал я? И краса, и налет, а не путь ко мне жесток Не путь ко мне жесток, а жесток А чистого и сонка прекрасно и далек И красно и далеко я начинаю путь Начинаю путь Возможно, в котлах уже кипели слова Возможно, поспешивая твои рот Но я начинаю путь Я принимаю бой Будь, будь я, но, беру на себя Будь, будь я, ворот, потом, в реке война Я принимаю бой Я принимаю бой Живую бой Это лишь раз, 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 раз На твоем доме Петербург! Июнь! Шарап! Шарап! Я acha ничего Я знаю! Уже так, это не был Я знаю! Я знаю! Я знаю! Я знаю! Я знаю! Я знаю! Шарап! Вы прям! Я знаю! Танцуют все! 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 Танцуются! Танцуют все! А ты цыганка? Ну чё сразу тебя-то? Аж ярко и сладко. Да ты по вагонам хочешь? Сам-то по вагонам хочешь. Мы, между прочим, в Горелово живём. У нас дом, три комнаты, лошадь, две собаки. И мать у неё не пьёт. Тебе повезло. Ну так дядьки пьют, черти! Наши пятнадцать человек в одном доме живут. Вот я на целый день в город избегаю от них. Кстати, меня и Лира зовут. Юра! Ну ты получил рядом ещё. А ну-ну! О, сама-сама-сама-сама! Доволь! Я достойно зрения? Дайте мне по-морде! Сотра мечтаю, что кто-нибудь дал мне по-морде. Появился шанс, вы можете ее однереть. Наконец в мою жизнь вошла женщина, которая может дать мне помочь. И вот она уходит от меня. Я капитан Немо. Я поэт и музыкант. Я в Краеве Свейцарии. Я сын Князя Мышкина, отменяющей большинкой. Мне самым, как я, будет через два года. Отпетьте, письмо по-моему, а Хмельский угрозит нам из него. Нет, нет. Надо подгадать это с вами. Чтобы Лерка не пришла, иначе отдашься к рыбе. Есть куда-то прикурить? Сугалка есть? Так, пожалуйста. Ты же помнишь, Лерка, а вот я с ним еще год где-то послышал вот три паза. Нет, фру. Больше. Благодарю. А потом она меня просто досталась. Тут как раз пошла другая тема с озерканием. А Лерка на меня давно губу раскатала. А ты Лерку не видел? Нет. Ты же с ума по-нести, ты письма писал, прям чеки молился, брат. Вот правильно говорят, не сотворишься до кумира, правильно? Правильно. А что ты так хочешь сегодня, какой-то непонятный? Молчишь его. Что, проблемы какие-нибудь? Давай, колись, друзья. Хочешь, я тебе нос откушаю? Не волнуйтесь, сидите, сидите. Я с утра записывалась. Если нет окошечка на маникюр... Анжела! Женщину на маникюр возьмешь? А пожалуйста. Ой, ручки какие красивые мы запустили, давно не делали, да? Ой, дядя, 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 дядя. Пойдем. Я устал. О, моя беспощадная дама. Меня зовут Иван Крисмаравтов. Меня зовут Креченый. Меня ищут разведки всего мира. Аглая, Аглая, Аглаида, Аграфена, Агбатия, Анна. Аглая, 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 Аглаида. Что надо? Любви и дружбы. Имя прошу! Имя Розе! Нулера. Нулера? Ты, ну, и слышишь такое имя, Нулера. В принципе, даже красиво. Валерия, Валерия. Иван Космонавтов. Это псевдоним на самом деле, а не важно, не суть. Короче, как мне смыть позор? Видишь, какой срач, всякие свиньи, вот. Вроде тебя весь город разгадали. Хочешь быть позор, полезай в воду и поработай. В Сибири, Бану, Бану, Бану. Гениально! Где спуске надо было? Нох, ну что, тоже мне терминал? Слушай, а мне только капало на тебя, что-то с этим. Со сценой связался. А ты что, ведь правда стал этот социалист и революционер, а? Федос, бросай ты тут. Похобейник, чертовой матери, и на кой нам революцию, правильно? Правильно. Мало тебе за ворожки сглаться, а? И правильно вас придут там сажать? Люди, жить, хотят. А вы как нечистосилы, тролбасик. Ну, думаешь, мне все нравится в этой стране, да? Мне все здесь не нравится. Тут везде один сплошной мой папаша сидит. Посмотри, ведь куда нет пили, папаша сидит. Хо, смотри, вот. Их, сцепились, отцы, молодцы. Жопа к жопе не пробьешься. А я папашу сам резать не буду. И тебе не дам. А если что, я лягу, будешь отказаться с пулеметом. Ты меня понял. Пиво давай пей. Друга встретил, как пиво пить? Да его лица нет. Юра. Юрочка. Мам, второй этаж, квартира, деревья. Сама, сама, сама. Русская, сама, ты это. Ну, мамку положи, кота покорми, и я еда на рынок. Погуляй. А ты подождешь? Обижаюсь, перечень. РМ рассказала. Я быстро. Парень, мы его не найдем. У тебя старт раздохнет. Найдем, где-то заметный. У него были доставленные реакции на стресс. Он не смог овладеть ситуацией, включил механизм вытеснения, потом будет столичное переживание. Он восстановит картины событий, и если катализатор стресса отсутствует, возможен болевой шок. Правильно, Валя? Вот. Его тут все знают. Ой, люди. Там ручка. Ага, вот это и имечка. И Еремия. Ты думаешь, что наш стариканк интересно? А сокращенно как будет? И Ера или Ерё? Нормально ли нет? Из Библии. В Англии он был бы Джереми. Мы скажем. Оф! Господин Браун. Тур себя. Третья дверь. Давай, Валька. Ты всю кашу заварила. Давай. Рубись. Господин Браун. Ой, какое у вас кольцо красивое, а? Да. Надо же. От дедушки. Черно-опал редкий камень. Приносит несчастье. А я вам верю. Вот хотя трудно, но верю. Знаете, такой красивый камушек и вдруг несчастье. Да, женщины любят всякое такое. Это закат, не знаю. А вообще поговоришь с человеком, и сразу все понятно становится. Ну, жизнь. Ну, я говорю, что несчастье бывает, а без всяких там красивых камушек. Ну, это правильно. Ну, может, кофейку. Простите. Такой идеей. Ниточку. Я сегодня нашла ниточку. Ниточку? Потому что клубочек мне надо один размотать. Такой клубочек, что 20 лет наматывала. А вот теперь размотать надо. Подожди. Я запутался. Надо взять с себя руки и все. Да, я люблю Летку. Но любить это одно, а жить это другое. Правильно? Правильно. Не могу я слышать. Душа-то у меня. Слушай, а ты с ним не встречаешься. А? Смотри, она тебя не любит. А свиется на того. Это какой-то припасочник. Светлых мечтах, нагрязных вностах. Что-то в курсе умеешь, а-то. Ну вот. Ну поговорили, ребята. Он вообще живой? Очень приятно. Чем обязан. Барбара Панкратовна. Оксана Никитенко. Мы вашу собачку принесли. Вашу Дору. Мы были в кондитерской, а собачка заснула совсем. А вы ушли, а там ругались. Мы попросили сырку какую-нибудь, взяли вашу собачку и стали спрашивать на улице, кто вас видит. А вас здесь почти все знают. Короче, вот ваша Дора. А мы пошли. Вы пионеры или что? Комсомольцы или как? Позвольте, я сейчас я запишу ваши имена, адрес вашей школы. Сегодня я направлю. Благодарю. Простите, господин Дору, но мы уже учимся в высших учебных заведениях. Я могу вам оставить свою визику. Позвольте. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова А.Корректор А.Егорова и дано. В этом году. В этом году. Я не могу вам встречаться. И еще одна просьба, пожалуйста, эту сумку. Возьмите и... Заковать где-нибудь? Да вы-то сами хотели, но вот надо было хозяина спросить. Ну, правильно, правильно. Всегда надо спрашивать хозяина. С юридической точки хозяина поступили. Мы рамы, но... А вы юрист? Закончил университет. В 23-м году. Адвокат правом к вашему слову. Я... 900... Первого года рождения. Господин Браун, вам 110 лет? Этого так нельзя оставлять. Вы, может быть, старейшей леди Петербурга. Я напишу. Я с одной газетой сотрудничаю. Давайте я напишу о вас. Варвара Панкратова. Благодарю. Простите меня. Я с силами не могу принять вас как следует... Простите, извините. Мы сумку закопаем, вам потом место покажем. До свидания. До свидания. Дора. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 что ничего серьезного больше на этом свете нет. Почему? А потому что все серьезное закончилось. Человек, человек вообще, вырос, сдал экзамены, ну помните, всякие экзамены были по литературе, по религии, по истории, ну помните, как человечество-то мучилось, воевало за веру, создавало империи, строило башни, потрясало сердца глаголом, ну так вот, человек сдавал экзамены, и провалился, и все закончилось, и человек пошел в банк, теперь человек свободен, никто его больше не тронет. Первый раз уже такую чушь. Это не чушь, это откровение Иоанна Космонавтова, я последний пророк. Ну я люблю, значит любовь осталась, а это что, несерьезно? Любви немножечко осталось. Понимаете? Человеческий проект постепенно закрывается, идет эвакуация остатков света, но женщины задержали эвакуацию любви из лица земли. Они не соглашались без любви дорабатывать историю. Такие упрямые. Так что ваше страдание, Вера, на вашей совести. Понятно. Хорошее такое, мужское. Типа сама одиновато. Весь век ума? В Германии, Италии, в Америке, во Франции, в Америке, в Америке. Ой, хорошо там. Хорошо, но это странно. Как будто ты уже умер. Умер и в рай попал? Ну не то, чтобы в рай, но куда-то попал. И это уже не ты. Очень хорошо, а на жизнь не похожа. Вы в гости приехали. Мы в гости. Мы в гости. Ни одного человечка найти. А вы как работаете? Из девяти до девяти. А вы приходите к нам, пожалуйста. Только, конечно, хотелось бы лучше записаться. Но вы приходите к нам. У нас и косметолог есть, и салайник в реалии. Вы приходите к нам на целый день. Когда женщина занимается собой, у нее всегда улучшается настроение. А я всю жизнь только и делаю, что занимаюсь собой. Помогло. Помогло. Спасибо, ребята. Красивой была женщина в молодости. На это похоже, как ее. Из стали Клеопатрии. Элизабет Эр. Вот. Знаешь, неизвестно, что с нами будет лет через двадцать. Сейчас-то мужика нормального не найти. Что она к нам пришла? Такие с такими гольцами в другие места ходят. Нет, у нее же не случилось. Ты знаешь, я ее руки как в свои взяла. Меня прям как ударят. Так что ж ты ее не задержала? Вот не пора спрашивала. Вот куда она такая пошла, а? Ладно, богатая не пропадет. Ты за нее не волнуйся, ты за себя волнуйся. Вот так. Ага, ага, ага. Я не люблю тебя, ты нет. Я не люблю тебя, ты не любишь меня. Я не люблю тебя, ты не любишь меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Главное, чтобы не было как наркоты, вот что Худой, бледный, это все, это даже не думай Варя, я не понимаю, а что ты тормозишь? Подойди, улыбнись, пригласи на чашечку кофе Аня, лучше попроси помочь И он тебя спросит, кто ваш любимый писатель? Ты скажешь, конечно, Достоевский Тоже много ума не надо ответить Конечно, Достоевский Если б ты знала, то как я его боюсь Классический невроз Сама создала сверхценную идею из недостатка информации Сама же теперь дрожит Но, я не тут никаких наблюдений над своей женской природой Уже есть сто тысяч нам вставить варят Куда? Ты куда? Русский! Роберт, роберт, бухвы эти Роберт, че хочешь? А где? Где, где? У меня штрейск-минтка есть Сама подумала, сама пришла Мам, скажи, ничего не умеет А мне так, не нравится А ты посмотри Посмотри, какой шок-то двухсторонний А, бродка какая, вручную и сделаю Да ты не дрей, не дрей Смотри, какой материальчик-то, а? Ты потрогай Ха-ха-ха-ха Сама, все, Сама Парк, я же когда жена была модной, смотрю Думаю, ну и что? Я бы лучше сделала, смотри-ка Папа, папа, Америка, Европа На, держи Просилась чертейку, пить машинку Семь тысяч всего стоит Ну, всего У нас с мамкой четыре тысячи надвое Четыре? Плохо А огород есть? Нет, у бабки есть Ну, она, эрка нам садает Варенье, знаешь, позапрошлого года Огурцы с плечами Гадное, не выгодно А вы уж не вообще не любите друг другу Связки у вас нету А цыгане любят? Да, я же Знаешь, цыганка я Чеченка? А че? Террористку нашел, да? Менток побежит? Да сидеть на попе, Ромба Не чеченка я А кто? Что, кто? Ты не знаешь, надо мало Ну, а где вы живете? Да иди, а вы, че-то Мирпапс Мирпапс Как вкусно Миновый шарик на завтрак Мирпапс 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 Хром, хром, хром Хром, хром, хром Мирпапс Нет, не могу. Ничего не могу. Напрасно. Шосиска в тесте. Это так эротично. А вот меня один странный мальчик любил. Интересный. Он с такими тараканами. Он сейчас в партии у этих социалистов, революционеров. Это те, которые в политика в тухлые яйца накидают? Да они вообще без тормозов. В прошлом году бы всех мальчиков предоставали, да вы слышали. Впереди у них там как голова. Они его уважают. Он молчу, слова не выписал. Он мне письма писал. От руки представляете? С трудом. Письма сохранились? Конечно. Снять музей авиабетной культуры срочно? Не сдам. Мне таких больше никто не напишет. Но вы его не любили? Нет. Мне его было жалко. Вы полюбили него завтра. Максим не мерзавец. Максим танк. И я легла вот этот танк. Но я его и взорву. Да я не могу с того дажествовать. У меня такой парад. Я не выношу унижения. Не придирайте унижения. Справедливость. Справедливость хороша только тогда, когда она попрана. Красота сияет из-под грязи. Истина должна быть струйта. Ты че написал? Все. Я тогда ухожу. Ненавижу алкаша. Шимина. Шимина Сапина. Женщина разумная. Предлагаю выработать план уничтожения твоего танка. Для этого нам нужно будет заручиться поддержкой этого мечтателя. Ну то, что ты говорила. Революционера. Вместе будем ли победимы? А я сама хотела к нему пойти. Федь. Да. Где мы можем уйти? Зайдем куда-то домой. Его ж уже спричинаем. Пойдем куда-то далеко. Че? Что? Это вот твой раскольник. Да. Красота демонического типа. Варька, я сейчас описываюсь точно. Этот Лешик к моему брату второй год ходит. Они в партию записали. Социалист и революционер. Придурки оба. Чуть-чуть сразу протесты пишут. Фейлию зовут. Они у нас все время толку, сама ругается. Оксана? Ты прекрасно разбираешься в практической жизни, Но даже на минимальный уровень абстракции Тебе не подняться. Я так и знала, что его сознание тяготеет К экстремальным модусам мытья, Революционные тип личности, Склонность к эстрому товариществу Все это смелительствует О необычном личностном потенциалу. Пошли! Познакомили тебя с этим потенциалом. Он у нас одного чаю был цистер. Эй, дедка, дай мне огня. Двигайся со мной до утра. Будешь ходить снова и снова. Ведь это King Size Bromo. Эй, дедка, дай мне огня. Двигайся со мной до утра. Будешь ходить снова и снова. Ведь это King Size Bromo. Эй, sexy babe, не стою на месте. Двигаемся в так. Воу, двигаемся вместе. Эй, sexy babe, не стою на месте. Двигаемся в так. Воу, двигаемся вместе. Эй, sexy babe, ты мне нравишься. Подойти поближе, можем вместе расслабиться. Все твои капризы будут исполнены. Бокалы сегодня ночи будут полными. Давай откидываться вместе, чтоб она наела. Мои руки давно изучают твое тело. Если хочешь ты чего-то говори смело. Я так хочу, чтобы ты всю ночь горела. Ты не одна. Мы с тобой твои подруги. А может, ты всегда не нашишь? Как дела, Юлис? А мы тут сошлись с подругой. Я тебя увидела и говорю, О, это друг моего брата и в партии Zen. А она вообще послыла. Говорит, вот это да, это же герой. Наши дети будут в биографии. В школе учите далекому полностью. А на приоритете Ваня Ванкротова. Наша звезда. Указец отпечатается в телевизоре около сто раз. Пошли, покажите, что твои ваши пиарши. Вот, Тетя. Это Ваня. Дай на корше, я пустая. Скажите, пожалуйста, на сколько членов вашей партии? В местном отделении человек 30-40. Ваша помешающая акция? Так приходите в пятницу на летение китайским ускверхом. У детакции поддержки полиции включенных. Скажите, Федор, но ведь в нашем обществе нет революционных настроений. Это я говорю как специалист по социальной психологии. А жажда социальной справедливости, Тайвер, исчезает даже в самых низах общества. Никто даже себе не представляет, как это может выглядеть, эта социальная справедливость. Где же ваша база? Ну, вот когда академический композитор пишет музыку, а балерина крутит свои 32-х годят, где их база? Их аудитория 10 тысяч лет на всю страну. Но этого достаточно. А наша база — русские революционные традиции, классические революционные традиции, личная чистота и протест против действительности. Вот наши 32 фуиды. Личная чистота. Как это здорово. Они там партии не бьют, наркотиками не балуются. Мама говорит, что если бы они властям нервы не припали, то их бог с ними. Бог с нами. Мы ни одной капли крови не пролили. Эй, дедка, дай мне мне. Держись со мной до утра. Будешь хотеть снова. Ну чего? Денька взявьте! Его вообще ничем не поживешь. Мне Митя рассказывал, он любил кого-то беззаимности. Всех он все, отморозила его. Ярина потом в голове ходила, он мне посмотрел. Это великий человек! Я, я, живой! Он приходил меня в пятницу! Молодцы! Поднятки! Поднятки! Поднескаю меня! Стана! Стана! Э, давай со своим оводком. А не, всё влезло. А мне очень много осталось. Ну чё, я домой вижу, там, знаете, сколько народов? У меня же поправка, сестра маленькая, они всё за дно посажут, они меня всегда ждут, парень, а то идёт, 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 идёт. Ну, такой, пойди на деток, пойди и этот. Твоя мама и дядя, конечно, тоже находят? Находят, пусть здорово как находят. Ну, а если посадят? Посадят? Посадят, будем сидеть. А чё делать? Нифига ж нормальной работы нет, чтоб нормально платили. Вот я сейчас на рынке рублей на 500 нашла, где б я столько заработала? Учиться надо. Чё учиться? Я читать-писать умею, считаю у меня лучший дядя. Под мамку я училась. В арахимическом институте устроился. Вот, а тебе только за лодку не хватает. Непонятно. Чё тебе непонятно-то? А вот такие дачки в городе дорогущие, вот откуда люди деньги берут? Откуда берут, они тебе хрен скажут. Эй, дедка, дай мне меня, двигайся со мной до утра. Не та музыка. Браун. Не нужен Браун. А вы по какому вопросу? Он мой родственник. А его не дома. Когда можно зайти? Ну-ка, пробуйте через час. Эй, дед, тут та женщина с глазами, про которую вы предупреждали. Я не сказала. Дед, она меня толкнула. Друзья, наступайте. Клара! Закройте дверь. Мне ничего не надо, от тебя скажут, где он ее выпил. Присаживайтесь, Клара. Давно ли вы в Санкт-Петербурге? Какими судьбами? Вот видите, я оказался прав. Я родился в Петербурге и умру в Петербурге. Я пиложил Ленинград. А вы сбежали чужого киселя хлебать. Не презирайте, сколько вам было. Только скажите, где мой мальчик. Ваше мальчик. Мы его бросили двадцать лет назад. Ты грех. Ты старый человек, не бери греха на душу. Нужен душа, грех. Я не понимаю. Человек делает поступки. Я понимаю. Ты распутно. Эмра-путно. Фу. Это самое мерзкое. Что может быть с женщиной? Христос простит. Тебя Христос простит. Христос себя пройдет. Христос. А ты что, ты с Ним встретил? Федя? Федя? Ты дома? Это я. Ты так и знал, что ты придешь. А это со мной. Прикольный мужик. Хотел с тобой познакомиться. Брат Иван. Слушай, у меня еды никакой не отвечает. Но ты хочешь? Может, вообще, с бедной коробой? Не надо, Федя. Если бы ничего не ела, я не хочу. Я тебя видел. В морду дал. Ты видел Максима? Да. Он меня в пивную тудащил. Такую плевотину гнал. Я рассердился. Сильно побил? Один раз. Ты все знаешь? Знаю, что он женится. Я этого не допущу! Скажите! О прекрасная и жестокая госпожа! Я стремлюсь понять вас, хотя это совершенно невозможно. Вы не хотите, чтобы он женился именно сейчас? Или вы хотите забредить его жениться вообще, так сказать, инженеру? А также я хотел узнать, собираетесь ли вы сами за вышеупомянутое побитое сегодня лицо? Ну, это в виду планирования наших дальнейших действий. Информация в этой коротегии. Я хочу проснуться. И чтобы его не было. В голове у меня не было, понимаешь? А этого не получается. Вот тут он сидит, не выходит. Не надо, Лев. Хорошая голова. Скажите, молодой человек, а что пишут наши друзья из Испании? Есть ли настоящая работа? Врачок. Ну, вы же имеете отношение к заказам? Или я ошибся? Вы ошиблись. Вы что, не работаете по заказам? У вас что, самодеятельность? Да вроде того. Это исключено! Русский филиал вашей организации был образован 9 лет назад. Или вы хотите сказать, что вы сами придумали движение социалистов-революционеров? Ну, вообще, кто? Где ты его взяла? На улице. Он писал канал пьяных. Погодите, погодите, добрый юноша, обождите минутку. Я так давно мечтал встретить вас. Когда я собирался в Россию, мои друзья отговаривали меня от этого, как они говорили, бесполезного путешествия. Они уверяли меня, что я больше не найду в нашей Раша. Внутрь святая Русь всего того, что я любил здесь когда-то. Там больше нет! Лгали они мне, блядных юношей, мечтающих изменить мир. И никто больше не спорит с Богом о черте. И не пишет писем прекрасной даме. Клевета, подумал я, клевета. Хорошая работа никогда не исчезает бесследно. А здесь, в наша Раша, трудились настоящие мастера. Мастер Гоголь, мастер Достоевский, мастер Блок. Я вернял их наставлениям. И вот я здесь и вижу вас. О, счастье! О, радость! Эммигрант? Петливый путешественник. Я не знаю, девушка, подожди со мной. Мы обещали! Не-не-не-не, все это без меня. Он ничего не соображает, ничто не поняла. Нет, он соображает. Ну ладно, молодец мы, молодец мы, молодец мы, молодец мы, молодец мы, мы обещали. Я не пойду! Очень печально, что нация, к которой я принадлежу, отличается чертами и свойствами, которые я ненавижу. Например, лживость, вороватость и невыполнение обещаний. А я наполовину украинка, я наполовину отделилась вообще. Да! Украинцы меньше врут от ленив. Им лень что-то выдумывать, оправдываться. Им не нужно создавать привлекательный образ себя, потому как они уверены, что и так прекрасно. Это заблуждение! Что же касается невыполнения обещаний, да иду я! Да! Так! Давай! Давай, давай, давай! Пошли, мы оказываемся, с утра бегаем. А ты на бой идей? Да! Куртийского! Слушай, пошли! Я там тебя найду больше, вместе с нами. А ты что-то не только разорваешься. Че? Мне всего лишь, честно. Ну ты приезжай к нам, Горелый, я тебе расскажу. На ложечке прокачу, меня торгозами покрутить, взять. Слушай, ты пиво пьёшь? Водку пьёшь? Нет, никогда, я не буду. Ха-ха, жалко. У меня две бутылки закопано, водки. Знаешь, у нас у соседей свадьба была, так я нашла. А ты у соседей, что ли, находишь? Я там знаю, сколько водки-то было. Три дня весь посёлок пил, еще и осталось. Так это ж нельзя у соседей. Че? А на рынке можно? Ну какая разница, мы все соседи. На рынке ничего не будет от одного помидора. А у соседей воровать-то вообще. Что вообще? Ну давай говори-то, давай. Че вообще-то? Да ты вот на себя приложи бы. Пришли бы к вам ваши соседи и ваши вещи бы. И че? Нашли. Тебе пока понравилось? Слушай, ты дрищ! Я с ним. Я с ним. Как с человеком? Сашина гуляет, королево. Вот связь-ка с вами с русскими, после этого. Вот у тебя. Русские тебе не нравятся. Вот и жрицы свои. Да вы предатели все. Знаю я вас. Все закатывайте. Все закатывайте. Все закатывайте. Все закатывайте. Потом кину тебя еще. Ты его не предаватый сказал. Все. Я пошел. Да давай. Поверьте. Я сам старый революционер. Диссидент, можно сказать. Прирожденный отщепенец. Я всегда был против. Так что случится, я сразу здесь и сразу против. Одиночный горный, как Муцифер. Но вот что я хочу сказать вам, молодые люди. Есть хорошая эфиопская пословица. Не хватай леопарда за хвост, а если уж схватил, то не отпускаете. А вы хватаете леопарда за хвост, потом отпускаете, и неудивительно, что он вас потом хам изжирает. Смелее надо. Храще, тверже и грубей. Слушайте реальных людей, да ведь у них реальные бабки. И валите вы власть. Достали, провоката. Пусть отдохнет. Зачем ты его мне притащила? Да никакого не провоката. Просто болту. Ты опускаешься, Лера. Опускаешься ниже и ниже. Глаза на тебя больно смотреть. Как связалась с Максимом, сразу стала опускаться. Благородным созданием нельзя связываться с низшими организмами. Ну пойми ты, что Максим из другого мира. Вон оттуда, где есть какие-то уикенды. Где кривонокие розы ездят на джимах не с женщинами, а с тёлками. Где говорят на собачьем языке. Там нет ничего, что по-настоящему оправдывает жизнь человека, понимаешь? И настоящего труда. Ни творческого генера, ни поиска веры, ни чистоты, ни благородства. Никто из этих кабанов никогда не мечтал стать только крошечкой лучше. Они могут быть в тот самодовольство. И ты, звезда, большинство, сама красота. Ты идешь ленив тратить их поганые бабки на поганые тряпки. Ты мне письма писал, а он подошел и взял, как хозяин. Зачем ты меня отдал? Я дрался, я ему руку пропустил, а ты мне истерику устроила. Прищала, что любишь его, а я придурок. Нет, брось его. Слушай, брось. Ну пусть он женится и сидит в розерках с пулеметом. Нет, я не могу. Ты не знаешь. Я беременна, не заберу больницу наоборот. Он мне даже денег не дал. Нашла подешетку. Он говорил, вы давно не встречаетесь. Врет, врет наглая свинья, глазки маленькие, тухлые. Ненавижу. У меня вот тут все запеклось от боли. Нельзя. Что-то вышло, как он хочет. Не должен рулить. Ты с властями борешься, а он и есть настоящая власть. Ничего. Пойдем к его девушке, к родителям, устроим скандал. Ничего не стыдно. Пофициально-то, конечно, вы так им делаете еще круче. До сих пор. Привые методные борьбы были запрещены в вашей команде. Это злу разрешалось все. Адобро должно было оставаться чистеньким. Игра очень скоренькая. Всего за пару тысячелетий сошла в тупик. Что делать? Возволить домой можем уплевать? Но тогда исчезнет разница между командами. Сложный вопрос. Ой, нехорошо бы поступили. Добрый юноша. Со мной, русским писателем-фантастом, Остановившему благоголию новых впечатлений. Ой, нехорошо. Слушайте, как у вас? Мурат Иван. Представляю себя русское бунтарское начало. Вечное сомнение. Могрискательство муки горной совести. Могли бы получиться совестью где-нибудь в другую месть. А мне идти надо. Лен, я сегодня к Саши в Денису обещал зайти. У него что-то совсем плохо. А возьмите меня, ну. Да я просто шутил. Я десять лет в Швейцарии. Писать совершенно не отчем. Теми, теми вместо людей. Только сейчас и чувствую, как оживаю. Целый рой прекрасных образов проносится в бедной голове. И кто? Кто поможет вам уничтожить пулеметного Максима? Только Иван, космонавт. Космонавт? Да, мне кажется, что кто-то слышит. Но, похоже, действительно писатель. Федя, давай возьмем его к Саше. Он в канале плавал. Прикольный? Сначала писал, потом плавал. Да прикольный я. Прикольный. Берите мне к вашему геймерису, который стал плохой, и ваш геймерис сразу станет хорошим. Кстати, я и денежный. Космонавт, коньяк, миски, джин. Саша не пьет. У него другие проблемы. Копин? Герыч. Ну, нет, ладно. Нет, там тяжелый случай. У Сашки идея. Одна? Ну да, одна! Я знал. Я знал, вот оно и сбылось. Что у вас сбылось? Мечта всей жизни! Встретить русского человека об одной идее! Они скорбят при виде чужой радости. Их руки сжимаются при мысли о том, что кто-либо достиг большего. Их угнетает богатство и сила, которая им не принадлежит. Их сердце изъедено червоточинами. А душа обречена на погибель. Зависть. Второй из семи смертных грехов человечества. Главный данный бейс спектакля мира. Пиратская станция. Иммортал. Нормальные ребята, между прочим, так не поступают. Вообще, это было хотя бы спасибо сказать. Спасибо. Не надо мне твоё спасибо. Вообще, ты тебе жалко стал. Я же видела, как ты вот такой мамку тащил. Худой, несчастный, некурленный. Да я нормально. Да я же ничего не беру, соседей водку только взяла. Думала дядькам дам, чтоб качели сделали. Второй год прошу, качели, качели. Вот жизнь такая. Никто ничего даром не делает. Ну ладно, эй. Эй. Ну пойдём, я тебя до дома провожу, ну а? Не обижайся, но это правда такой закон. Соседей нельзя. Я вот вспомнил его, да? Да хватит русский, всосала я уже. Брычь. Мы с тобой ходим, как журава или цапля. Чё? Сам ты цапля? Это сказка такая. А, русская сказка, и чё там? Они ходили друг другу туда-сюда. Сначала журава говорит, цапля, выходи за меня завтра. А она говорит, нет, я пойду. Потом она передумала и к нему пошла. А он говорит, всё, я обиделся. Потом опять он к ней пошёл. Так и ходили. Так и чё, папа? Ну, то она не согласна, то он. Да, ну дурь какая-то. Вот у нас так не бывает. У нас если женщина решила, то всё вот так, ну как по-другому. А душусь такой, туда-сюда думала, передумала. Так не сказала, у кого это может? Слушай, а ты с мамой в одной комнате живёшь? Не, у нас две. И вода горячая есть? Есть. Помыться можно? Ладно. Пошли. Сейчас самая гоничная соседка на дачу поехала. Может, в разточку какую-нибудь потеку? А? А полной килограмм, всё всё расплодилось. Больше не было у меня детей. Когда я вышла, моему мальчику исполнилось три года, и я уверена была, что со мной ему будет лучше, чем со мной. С мужем мы скоро расстались. Я потом вышла замуж за другого, а вот болел в последнее время. Я не могла приехать. Меня посылала деньги три раза. Я же не знаю, что Анна умерла. Умоляю, дедушка. Называй меня девушкой, я тебя вычеркнула свою жизнь. Ну, это правда. Я дочь твоей дочери, моя сестра Анны. И ты не можешь этого зачеркнуть. Я могу! Не можешь. Я зачеркнулся, а я в плывах она закончила. Я зачеркнул мысль о конхождении о любом. Мой правдик. Федя думает, что мать Ивановна умерла. Зачем? Какая-то, блядь, из-за границы. Что ты хочешь на что-то, надеюсь, Шетховского? Соблазнить его своими грязными деньгами? Ну, он спидет, зверь. Он красивый, он... Тебе не за чем это, знаете, сделать свое покровение. Не изображай из себя героиню трагедии. Что это? Кокни. Кокни. Ага, просто свои накрасить не забыла. А-а-а-а! Ты где ты, дед? Где ты видишь? Папки, вон! Вон! Я все на крови обгрызла! Еще в церковь сегодня зашла. Божья мать его попросить, чтоб каменное сердце твое растопило. А-а-а! Огрять! Вы давай! Не стесняйтесь! Ну, что вы! Права уже негативных испоряжений не было? А? Не было, дедушка? О! Не было тогда, что все в порядке. Вон, пришла на атакацию и прет как таран в балет. Может, в другой раз? Пришли уже. План захоронения давай. Трое. Это пионеры. Трое. 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 Молоденькие, вы не поймёте. Я сына ищу. Потеряли сына? Да не потеряла старую сестре 20 лет назад, когда вышла замуж и уехала за границу. И вот что мне теперь делать? Сколько же могу? 23 года сейчас моему сыну. Фея, как говорили? Напомнили, как у меня и у сестры Вольфские. А потом они переменили, и мне ничего не сказали. Слушай, Ванька, а может... Невероятно. Чушь. А вот почему вы не хотите обратиться в частное сыскное агентство? Человек в полицейском государстве всегда оставляет бумажные следы. Ну, я только вчера приехала. Ну, только что агентство. Они, конечно, сюда к деду придут. И вот что. Дедуля? Да. Продолжение следует... Я прошу прощения, мне пора откушать. До свидания, господин главный, до свидания. Пожалуйста, заходите, буклатуры нет. Я не читаю газеты с двадцать третьим годом. Я вам советую прийти в другой раз. Я с вами под видом интервью со старейшим жителями. И не смей меня сторожей выставлять, могу же в милицию обратиться. Я на всё готова. До свидания, господин главный. Это Светлана. Ну, какой! Какое чудо. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok